Нет, вы только гляньте, как я умею красиво подбирать цвета. Смотрите, здесь у нас, значит, вишенка. Нужно попросить, чтобы меня сюда не пускали больше. Я больше не могу это выдержать. Так, к леггинсам нашла себе кофточку. Неблохой, но мне нужно взять небольшой перерыв. Минуточка, минуточка паузы. В общем, мне очень понравилась вот эта корейская маска. Видите, такая шапочка. Так, спиливаю дерево. Так, друзья, всем привет. 14 августа. Я иду на 5 минут секонд-хенд, киломакс. Он мне по дороге, мне нужно кое-что там посмотреть. Так, еще хочу сказать, что к нам опять вернулась жара. В данный момент 3 часа дня и 26 градусов. То холодрыга, то опять жара. Вот так вот мы и живем. Видите, опять в платьях. Так, сейчас я в этой стороне, да, в секонд-хенд зайдем, все дела. А потом я хочу сходить немножко на ингрус. У меня там дела сегодня. Может быть, немножко поснимаю, так как у меня зрители спрашивали. Говорят, что ты все время одну и ту же сторону показываешь. Покажи нам. И ту сторону тоже. Вот сейчас сходим. Я не ожидала, что будет прям настолько жарко. Вот такая у нас погода непредсказуемая. Так, я пришла сегодня за шортами, потому что шорты хочу поверх леггинсов надевать на тренировочке. Шорт много, но что-то не могу найти подходящее. Стоят они сегодня, наверное, 2-3 евро, я думаю. Так, мы с вами почти все здесь уже видели. Это все, мы много чего примеряли из этого. Я пришла, смотрите, штаны мои на месте. Вот штанцы. Не знаю, сейчас поношу, подумаю, брать, не брать. Также еще мне что-то понравилось. А, вот сейчас, смотрите, какие есть штанцы. Вот такие, я думаю, они тоже стоят будут еврика 2-3. Потому что они очень легкие эти. И еще мне понравились вот такие. Как вам такой вариант? Легкие-легкие? Так, ну эти немножко поплотнее. Эти вообще вот на сейчас ледние. Так, здесь у нас что-то еще с цветочками. Это нам не надо. Ну все, вроде бы я взяла то, что я хотела. Сейчас пойду еще леггинсы искать. Леггинсы мне нужны. Смотрите, джинсы, видите, какие моднявые. Какой верх. Верх, видите, какой. Классный. Я заметила, что когда первые дни, когда только-только привоз, вещей много, вещи висят все плотно. И ты не можешь найти самое интересное. Потому что все оно как-то запрятано. Даже вот ковыряться не особо хочется, да? Вот. А сегодня, смотрите, как свободненько. Так, сегодня 17 евро за килограммы, пока я хожу. Хочу что-то примерить. Представляете? Вот прям шла, думала, вот возьму эту вещь и уйду. А сейчас только примерю. А вдруг? Сегодня такая цена. 17 евро за килограмм. Может быть, еще и найду что-то себе интересное. Можно попросить, чтобы меня сюда не пускали больше. Я больше не могу это выдержать. Судя по тому, что осталось я осталась... Точнее, я не одна решила этим спортом заниматься. Ведь ничего, нет, все разобрали. 17 евро за килограмм. Так, называется, зашла только за штанцами, да? Ну, тут еще пару вещичек. Это точно мне пригодится. Мне для спорта как раз. Тут вот просто, просто так захватила заодно. Но я сильно в этом платице, потому что очень жарко. Так, только не смейтесь. Это эти шорты я планирую одевать под черные леггинсы. Просто у меня еще черных с собой нет. Сейчас получилось что-то вот такое. Шорты, значит, из мужского отдела. Леггинсы вроде неплохие. Таких у меня нет. Я думаю, они будут стоить пару евро. Они очень легкие. Я себя так успокаиваю. Короче, что-то интересное. Ну и майки. Вот этих майк много не бывает. Они везде могут пригодиться. Вот такая голубая. Шорты, конечно, нет. Наверное, нужно черные найти. Без шорта они выглядят вот так. Просто вот такие вот леггинсы. Мне нравятся. Только хочется майку посвободнее. И чтобы прикрывало немножко жопопень. Не знаю. Пока что у меня такие ощущения. Так. Я хочу сказать, очень даже неплохие. Вот. Также вот так вот завышенная талия. Все как надо. Все. Немножко здесь даже подтягивает. Совсем чуть-чуть. А, ну да, извините. Сейчас опять будут писать, что некрасиво показываешь. Тут нам спрячь некрасиво. Вот так вот тогда. Ой, я могу сюда приходить. Тренировки вообще устраивать. Смотрите, как круто. Места много. Никто не мешает. Все решено. Буду займать кабинку и приходить. И майка очень даже неплохая для занятий. Нет, вы только гляньте, как я умею красиво подбирать цвета. Смотрите, здесь у нас, значит, вишенка. Здесь у нас разноцветные бриджи. Спортивные. Ну, прям вообще идеально, мне кажется, сочетается. Как вы считаете? Вот прям даже черные не нужны. Вот здесь вот она прям фишка какая-то. Я не знаю, вишенка на торте. Красота. Вот такая буду идти по морям. Прячет, я считаю, все лишнее. Ничего нигде не выпирает. Я имею в виду верх, да? Шикарно просто. Стоп, стоп, стоп. Не спешите строчить. Это была шутка. Вишенка остается в магазине. Вишенка будет ждать свою хозяйку или хозяина. Так что вишенка не для нас. Мне все-таки нужны бриджи чуть подлиннее и свободнее. Потому что я хотела их именно на черные. Такие розовые у меня уже есть. Это как будто грязно-розовый какой-то. Хотя майки все новые. Все, что я примеряю, все новое. Сейчас покажу. Вот, видите, это уже будет здесь посвободнее. Хотя размер тот же. Здесь, значит, будет прикрывать немножко попу. Мне кажется, это тоже хорошо. Но такая немножко грязноватая. Цвет какой-то не такой яркий, как я люблю. Но неплохо. Но неплохо, неплохо. Так как спортом планирую заниматься, нужно иметь прозапас. Упражнение от Веры. Залезла в один компензон. Сейчас вам покажу. Здесь мне понравился очень низ. Штаны такие шелковые. Посмотрим с вами, что за материал. Но штаны обалденные. Мне прям очень понравились. Такие летние-летние. Но верх прозрачный. И им придется, что-то, наверное, накидывать сверху. Что-нибудь придется накидать. Так, вот так получается. Здесь немножко прозрачно. И выглядит вот так. Штаны мне понравились. Смотрите, длина какая. Супер. Мне кажется, мои штаны. Штаны мне очень нравятся. Даже сверху накинуть какую-нибудь плоскую и пошло. Как вы считаете? Сейчас я на эти штаны примерю кое-что и вам покажу. Ой. Сейчас я на эти штаны примерю кое-что и вам покажу. Один кардиганчик, который мне больше не с чем примерить. Сейчас покажу вам. Вот так подальше будет выглядеть лучше. Смотрите. Такие свободные, классные. Слушайте, мне очень комфортно, очень нравится. Мне нравится больше всего в этих штанах. Ниже колена вообще здесь шикарно. Здесь что-то не так, я понимаю, прекрасно. Здесь вот видите, все прозрачно. Это меня останавливает. Вот если бы была просто черная ткань, было бы прикольнее. Сейчас кардиган примерю. Ну что, появились ко мне какие-нибудь вопросики? Там, я не знаю. Смотрите, какой кардиган. Розовый карман, белые рукава. Сам зеленый. Зеленый-зеленый красивый цвет, благородный. Здесь, значит, пуговичек ничего нет. Но можно придумать. Можно так чуть-чуть прикрыть. Не с этими штанами, скорее всего. Ну а почему с другой стороны и нет? Так вот вечером накинуть и пошла. Как вы считаете? Ну смотрите, как всегда, я пришла домой. Я начала все это дело монтировать. И знаете, мне очень понравился кардиган. Как он выглядит. Его можно даже и с этим костюмчиком, и вообще с чем угодно. Но вот что-то меня остановило в магазине. Розовые-розовые карманы. Я уже представила, как я буду вот в таком кардиганчике выходить на море вечерком, когда прохладненько, вообще самое то. Сегодня я не покупаю, скорее всего, только пару вещей и остальное. Мы просто примеряем и смотрим. Вот этот кардиган я еще подумаю до завтра. Завтра будет 14 евро за килограмм. Я просто думаю, что этот комбез, если я скину какую-то пятерочку-десяточку, будет смотреться не хуже. Даже лучше, как вы считаете. Все, как я люблю. В общем, и длина штанов, и длина кардигана меня полностью устраивает. Мне в этом чувствуется себя просто шикарно. Я уверена, что сейчас не самое лучшее время, конечно, кардигана верить, да, в такую жару. Но меня, вот видите, заводят. Меня очень заводит этот комплект. Видите? И штаны такие шальные, и комбинзон такой, и яркий, как и я. В общем, супер. На море буду ходить в таком. Если он еще останется для меня, я еще буду... Ночь пересплю, подумаю, потому что он не из дешевых. Так, состав кардигана 100% полиэстер. Смотрите, здесь у нас зелененькое начало. Дальше идет беленькое. И дальше он весь зеленый. Розовые карманы. И фирма. Давайте посмотрим, что за фирма такая у нас. В принципе, симпатичный, я вам скажу. Мне нравится. Его можно даже на спортивный костюм накинуть, потому что такой, как спортшик, как спортивный, да? Капюшон скинуть сзади. И пошла спортсменка на море танцевать. Допустила я ошибку, не надела утягивающее белье. Вот из-за этого, конечно, я сейчас страдаю. Вот, потому что такая жара, не хочется ничего нигде утягивать. Так хочется и так неплохо. Ну, штаны мне эти очень понравились, ребята. Девочки, мальчики. Диаучины и хлопцы. Хлопчики. Так, давайте посмотрим, что у нас с этим костюмчиком. Костюмчик, значит, комбинзончик фирма. Вот. Значит, здесь все новенькое. Все. Никто ни разу... Ну, может, только примеряли. Но это ничейная. Я специально, видите ли, на это слово сделала акцент. Так что не спешите. Не спешите, друзья. Смотрите, здесь у нас так прозрачненько. Ну, мне, в общем, этот комбинз что-то понравился. Шикарный. Штаны, низ вообще просто вау. Я залезла сейчас вот в такое платьице, которое как-то внизу мне понравилось. Смотрите. Цвет не передает, но он такой более изумрудный, что ли. Очень приятно. Зеленое. Платье, конечно, шикарное. Меня устраивает все в нем. И вверх, и вниз, вообще, и ощущения. Но у меня полный шкаф. Полный шкаф. Вот так вот оно выглядит. Материал. Здесь, значит, имеется поясочек. Широкие плечики. Мне нравится такой воротник. Тоже иногда хочется что-то такое. Здесь тоже все шикарно. Мне нравится. Настолько понравилось, что я его чуть не купила. Вот еле удержалась. Сзади я спину не закрыла. Она тоже красиво выглядит. И на море, и на вечер, и вот, не знаю, куда угодно, мне кажется. Видите, тут так где-то покороче, где-то подлиннее. Музыка тоже, кстати, то громче, то тише, то громче, то тише. Потом приходится, видите, как накладывать звук. Какое вам платье понравилось? Понравилось ли вообще? А, это единственное платье, извините. Какой вам наряд понравился? Не выхожу, потому что там люди. Не хочу смущать никого. Все в кадр ко мне попадут. Я точно знаю. Тоже ничего такое. Вот в этом прям хочется танцевать. Потому что нигде ничего не разлетается. Все шикарно вообще. То есть, если бы оно у меня было, я бы, наверное, тогда в центре ходила на концерт в этом платье. Ну, точнее, на подсматривание за концертом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Неблохое, но мне нужно взять небольшой перерыв. Минуточка. Минуточка паузы. Шутка. Так, есть еще одно платье. Посмотрите, какое шикарное. Здесь наверху не обращайте внимания. Короче, наверх не смотрим. Я здесь немножко спрятала, да, чтобы никто не видел ничего. Но здесь так все хорошо. Без белья нужно, в принципе. Я не хочу без белья примерять. Поэтому выглядит это вот так. Смотрите, прозрачные, шикарные рукава. Здесь, значит, все интересно. И вот такой вот низ. Низ просто шикарный. Такой разрез. Или запах, как вы считаете. И вот так вот. Шикарный. Уже которое платье мне попадается с идеальным ростом. Да, то есть, прям на меня сшитая. Но единственное, что она у меня немножко великовато. Широковато и в талии, и в груди. В общем, немножко большая платье. Спасибо платье очень. Кому-то повезет. Кому-то очень сильно повезет. Я вам хочу сказать. Здесь, значит, вот такая вот подкладочка. Эти вот подкладочка сверху такая с блесточками. Вся блестючая будете. Красивая. Шикарно просто. Смотрите, моя длина. Длине уже не надо. Рукава тоже мне очень понравились. Но еще раз говорю, я здесь некрасиво одела верх. Потому что не хочу снимать белье. Чувствовала себя золушкой, которая сейчас вот с примерочной пойдет на бал. Единственное, не хватает туфелек и чего-то красивого в волосах. Вообще, буду искать себе что-то подобное. Потому что и ткань шикарная, и все вообще. Фасон идеальный. Хорошо. Очень хорошо. Чувствую, на этом примерочка наша заканчивается. Сейчас возьмем эти штанцы. Еще раз примерим. Но это я уже без камеры, потому что я их уже показывала. Сейчас посмотрим, сколько так же будет стоить это дело. Так, это платье было от Шейн. Вот, посмотрите, чтобы повнимательнее. Видите, все такое в блесточках. Очень приятное, нежное платье. Вот, что-то мне немножко не подошло именно в груди. Вот, а так все шикарно. В груди большевато, честно скажу. Это платье мне тоже очень понравилось. Но платьев у меня уже очень много. Примерить, примерили. Фирма. Где у нас тут фирма? Давайте посмотрим. Фирма. Вот она. Как его читать? Вот так вот. А, извините, это вверх ногами. Вот так вот. Это роман. Значит, платье это у нас роман. Я, кстати, долго думала, как его одевать, потому что с этой стороны тоже красиво выглядит. Видите так? Вырез на спине. Две пуговички тут такие симпатичные. И только из-за романа я его надела правильно. Вот. И вот такое вот оно шикарное. Шалтай-болтай. Вот. Значит, это я сейчас посмотрю, сколько стоит. Это точно посмотрю. Это я не буду брать. Это я посмотрю, сколько стоит. Это я не буду брать, потому что обнаружила дефект. Шорты не мой вариант. Шорты не мой вариант. И вот эту маечку посмотрю цену. Остальное, я думаю, что... Ну, вот этот кардиган, наверное, грамм 700 весит. Могу просто ради интересов весить, вам показать. Все, я, в принципе, готова идти дальше. Что вам понравилось больше всего? Или вообще ничего не понравилось? Так как я экономлю, я не беру все подряд. Пришла только за спортом. Примерить примерили, а беру только то, что мне надо. Реально. И то, что будет очень легкое и будет очень мало весить. То, что мне нужно. Видите? Шикарно. Вот это шикарная вещь. Так, 17 евро за килограмм. Голубая маечка будет стоить 2,82. Бриджи будут стоить 4,59. Так, 6,05 стоит комплект. Вот этот вот костюмчик 6,05. Так, самый дорогой оказался вот этот кардиган. Стоит 11 евро 19 центов. Я его брать сегодня не буду. Так, к леггинсам нашла себе кофточку. Ну, вроде ничего такая. Это именно для спорта. Стоит такая длинная. Так как нет свободных кабинок, я решила прямо в середине зала, мало того, я вас поставила на весы и сразу, не отходя от кассы, посмотреть, как выглядит этот свитерочек. Я от него в восторге. Вот это тоже мне понравилось, розовая кофта. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Может, не заместись, я в нем уйду. Вот такой вот свитерочек. Вот так вот он выглядит. Смотрите, конечно же, я не буду носить его с платьем, скорее всего, если это не спортивное платье. Но что-то такое я себе подыскивала. Я люблю свободные свитера, свободные кофты. И, знаете, на море самое то. Что-то я плохо рассмотрела. Ну-ка, давайте с этого ракурса посмотрим. Так, ну, вроде неплохой свитерочек. Смотрите, я думаю, что он не будет очень дорогим. Внутри он очень-очень нежный, очень мягкий. И цвет яркий мне нравится. Даже с бриджами вечерком супер. Сказать, что в нем очень удобно. Прям не хочется вылазить. Он такой мягкий-мягкий, байчика внутри тоненькая. Как раз то, что надо мне на море. Вот его, леггинсы, и побежала. Я знала, что я буду его покупать, поэтому я обошла в нем полмагазина. И, знаете, немножко спарилась. Думаю, пора снимать. Тем более платить все равно нужно взвешивать. В общем, решила его снять. Посмотрим сейчас вместе с вами, сколько же он стоит. Но я такое себе что-то хотела. Черные штаны поднес, спортивки любые. И пошла. Мне кажется, что розовый цвет очень подходит и к волосам, и к лицу. Мне прям придает что-то такое свежее, что ли, не знаю. В общем, я люблю розовый цвет. Я вообще люблю яркие кислотные цвета. На минуточку. Вот. Даже вот так вот накинуть вечерком, да, и пойти эфирчик на море провести. Давайте посмотрим, сколько он сегодня стоит, этот свитер. 9,42. Блин, дороговато, конечно. Но он прикольный. Прикольный свитер, конечно. Прям для меня, для спортсменки. Супер было бы. Нашла еще подходящий такой купальник. Смотрите. Спортивный. Симпатичный, я вам скажу. Ну, я была бы в нем красотка, конечно. Смотрите, какое красивое платье. Шелковое. Ну, оно дешевое, но классное. Что-то у нас еще. Остальное мы, по-моему, все с вами видели. Так что уходим отсюда. В общем, супер быстрая примерка. За полтора часа у меня. Раз, и все. И уходим. Я опять сорвалась. Пошла только за одной вещью, а купила, наверное, три. Теперь неделю буду на воде. Отдала 20 евро. Ребят, ну, это самая дорогая покупка в этом месяце в Киломаксе. Все, больше не буду покупать. Больше не буду. Все, потому что мне сейчас нужен был спорт. В общем, я купила бриджи. Вот эти яркие, да, красивые. Я купила компес с офигенными штанами. Потому что я представила, что я сверху рубашку накину и пойду. Вот. И я купила розовую байку. Мне очень понравилось. Что я еще купила? Напомните мне, пожалуйста. Не, ребята, это нужно лечить. Это... Ну, мне, конечно, хорошо. Мне стало легче. Но денег... Кошелек тоже стало легче. Это раздражает. И голубую маечку я купила. Будем считать, что сегодняшняя покупка, это я заела стресс. У меня есть стресс один. Я хотела пойти на процедуру на одну. Она стоит 200 евро. Это ужас. В общем, стресс я заела вещами. Все, всем большое спасибо за внимание. И всем пока. В общем, мне очень понравилась вот эта корейская маска. Видите, такая шапочка, в которой все уже, все ингредиенты, все внутри. Вся маска внутри шапочки. Плотненько так затягивается на липучечку. Ходишь примерно плюс-минус полчаса. Я ходила немножко больше. Друзья, мне очень понравилось, потому что мои волосы потом чувствовали себя шикарно. Были шелковые, шелковые. Значит, купила я ее в Дрогосе довольно-таки давно. Все никак не решалось сделать. Тут появилось времечко. Сделала. И довольно пойду еще куплю. Это никакая не реклама. Просто вот меня спросили, почему твои волосы так хорошо выглядели. Это было сразу после маски. Сразу после помыла голову, сделала маску, сполоснула все это дело. И вот так вот себя чувствовали и выглядели мои волосы. Если кому интересно, купила в Дрогосе. Вы можете сделать скрин и почитать про нее подробнее про состав и все. Видите, тут даже написано, что сначала ты моешь хорошенько голову, вот, а потом все волосы убираешь в шапочку. Потом просто споласкиваешь душем и все. И готовься. Так что вот так. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, эта масочка кому-то понравится. И всем пока. Ну, Фрей точно нравится, да, Фрей? Не дала, видите, мне закончить видео. Такая, что ты мне тут положила? Убери. Это корейская, Фрей. Корейская. Слезь здесь моя девочка, колейская. Так, друзья, всем привет. Мы с вами идем, как обещала, в другую сторону Каугури рассматривать. Лисичка. Тут у нас такой красавчик дежурит. Кс-кс-кс-кс-кс. Привет. Ты местный, да? Местный? Как пройти библиотеку? А? Не расскажешь нам? Показал направление туда, да? Показал так. Кс-кс. Показал. Так. Именно, конечно.